Подробно обсудим с Денисом Поповичем, это военный обозреватель, он с нами уже на прямой связи. Денис, здравствуйте, рады приветствовать. Доброе утро. Давайте начнем с ракетных ударов Российской Федерации по инфраструктуре Украины. Начнем с города Одесса. Российская пропаганда уже подтвердила, что нанесли удары, но ни слова не сказали о том, что повредили зерновые терминалы в городе Одесса, лишь сказав, что уничтожили кучу военной техники НАТО. Основная цель, какую вы видите этих ракетных ударов, в свою очередь, по городу Одесса? Тут нужно несколько фактов вспомнить. Первое, это ракетные удары по городу Одесса, вследствие которых были уничтожены запасы зерна, которые, кстати, предназначались для Китая, есть такая информация, ближайшего партнера Российской Федерации. Второй факт, это вчерашние заявления о том, что все суда, которые следуют в Украину под иностранными флагами, получататься. Рассматриваются как цели, которые перевозят военное оборудование, а те государства под флагами, которые будут из суда, Министерство обороны Российской Федерации, будут рассматривать как вовлеченные в Российскую Украинскую войну. И третий факт, это заявление Владимира Путина о том, что соревновая сделка может быть возобновлена в том условии, если будут учтены интересы Российской Федерации. То есть такое заявление вчера президент Путин сделал публично. То есть все это является частью шантажа со стороны Российской Федерации и торга. То есть Российская Федерация говорит о том, что зерновая сделка будет возобновлена только в том случае, если будут учтены ее условия. Там целый ряд вариантов. Это подключение к системе SWIT банков, которые вовлечены в, скажем так, аграрную сферу со стороны Российской Федерации. То есть все это открытый шантаж. Российская Федерация таким образом пытается выдрагивать себе лучшие условия для возобновления зерновой сделки. Денис, спасибо, что вы вспомнили о заявлении Министерства обороны Российской Федерации. Мы можем сейчас этот месседж, кстати, продемонстрировать нашим зрителям, чтобы не было месседжа о том, что украинские телеканалы создают фейки о деятельности Минобороны Российской Федерации. Коллеги, если можем, давайте покажем. Да, это сообщение официальное в официальном телеграм-канале Минобороны Российской Федерации. Понятное дело, тут и множество пропагандистских тезисов, украинский конфликт, киевский режим и прочее, и прочее. Но самое главное, вы уже сказали о том, что все суда, следующие в акватории Черного моря, в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. То есть мы можем сделать, ну, такую, возможно, предположение, что судно со флагом, например, к примеру, Турции, может быть обстреляно армией Российской Федерации, не так ли? Ну, вполне, да. Обстреляно, остановлено, досмотрено, а потом потоплено. То есть все вот эти вот мероприятия вполне вкладываются в программу такого вот шантажа. Другое дело, как это будет реагировать Турция, да, или любое другое государство, чье судно окажется по таким прессам, да, назовем это таким образом. Поэтому вот это вот является полем, да, для дальнейших переговоров, которые, очевидно, дальше будут развиваться вокруг этой зерновой сделки. То есть точка, точка в этом процессе еще не поставлено. Лично видите готовность у армии российских оккупантов к подобным действиям, чтобы потопить, если мы говорим о самом таком ужасном варианте, один из сухогрузов, которые будут направлены в украинские порты? Типически они, конечно, могут это сделать. Бесспорно, то есть вывезти корабль, условно говоря, из порта Севастополь и открыть огонь по какому-то из сухогрузов, которые будут следовать в сторону Украины. Это теоретически, технически. Практически угроза потопления этих судов начинается с начала сегодняшних суток, то есть 0-0 минут 20 июля. Посмотрим, насколько это все будет реализовано, не является ли это очередным просто пустым шантажом. То есть, ну, время уже, время покажет, уже стоит за этим последить. Если мы берем за основу вот такую обезбашенность российской армии и возможность остается для российской армии потопить один из сухогрузов, а стоит ли ожидать, к примеру, опять-таки, рассматриваем гипотетическую ситуацию, что сухогруз будет под флагом, например, страны НАТО. Да, будет принадлежать частной компании, но все же, вдруг, если это будет государство НАТО, оставляет ли оно за собой право ответа и, как я понимаю, зеркального? Все в теории, все в теории. То есть, безусловно, лучшим выходом для решения этой ситуации являются военные конвои, то есть это конвои из боевых судов, которые могли бы сопровождать сухогрузы. Но мы ее софантазируем, мы прекрасно знаем о том, что проливы перекрыты и решение здесь остается за Турцией. То есть, такие конвои условия в Черном море может организовать только Турция. Турция, как вы уже сказали, страна НАТО. До сих пор страны НАТО не горели желанием ввязываться вот в эту войну, а вот этот сценарий, о котором мы сейчас говорим, это, в принципе, означает вовлечение стран НАТО в российско-украинскую войну. Ну вот, поэтому теоретически это возможно. На практике пока есть сомнения. А в свою очередь пойдут ли страны на такой риск? Допустим, Турция, которая заинтересована также очень сильно в зерновой инициативе. Может ли она пойти на это, пустив свои корабли? В силу того, как вы уже сказали, что теоретически может Российская Федерация нанести удар, но опять же, тут же идет, получается, уже дипломатическая война. Война угроз, не так ли? Ну, насколько я понимаю, на сегодняшний день такой готовности стороны Турции нет. Я имею в виду, я имею в виду пустить конвои, которые могли бы охранять какие-то суда, которые шли бы в направлении украинских портов. Опять же, переговорный процесс продолжается. Мы помним о том, что в августе планируются встречи Ордогана и Путина, где якобы... Подобные вопросы будут подниматься. Я имею в виду, например, я имею в виду не организацию конвоев, да, а я имею в виду развитие ситуации зерновой и зерновой сделки. Новинки. Ну, здесь в целом с этим уже все понятно. Будем далее следить и комментировать. Давайте сейчас к сводке с фронта и обсудим некоторые направления. В свою очередь за минувшие сутки россияне атаковали Украину, задействовав 16 калибров, 8 крылатых ракет Х-22, 6 ракет Оникс-32, беспилотника типа Шахет. Большинство ракет и дронов сбито, об этом сообщает Генштаб вооруженных сил Украины. Также армия Российской Федерации нанесла 78 авиаударов и совершила 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Основные наступательные усилия российских захватчиков направлены на Купенское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Маринское направления. За сутки там произошло 30 боевых столкновений. В то же время силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бридянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, отмечают в ведомстве. Объясните, пожалуйста, цель такой повторной активности Российской Федерации в нанесении ракетных ударов, но все же в то же время непосредственно на направлениях, самых активных направлениях, самых горячих, интенсивность обстрелов Российской Федерации в некотором случае понижается. О чем это говорит? По поводу ракетных ударов мы уже обсудили, то есть они все были направлены на южный регион, это Николай, в Одессу. То есть причину природы этих ракетных ударов мы с вами уже обсудили, это все является частью сантажа. В отношении второй части вашего вопроса, то нужно понимать, что усилия украинской армии направлены, в том числе и на выбивание артиллерии, как одного из главнейших средств для его воздействия для обеих сторон боевых действий этой войны. Поэтому очевидно, в общем и целом, можно пояснить, почему в каких-то местах, на каких-то участках фронта интенсивность обстрелов со стороны России с Калином могла уменьшиться. Хотя я думаю, что те украинские военнослужащие, которые вовлечены в эти события и наступательные, вбранители действий украинской армии, они могут с нами не согласиться. То есть очевидно, чисто математический вывод о том, что где-то количество обстрелов уменьшилось. О наступательных усилиях обоих сторон, о российских оккупантах, мы уже сказали, теперь об украинских контрнаступательных действиях. Ныне, как сообщают ваши коллеги, военные, обозреватели и эксперты, одна из главных проблем для вооруженных сил Украины остаются это минные поля. Как, по вашему мнению, по вашей информации, по вашему взгляду, ныне с этой проблемой справляются вооруженные силы Украины? Более того, что нужно для более эффективного преодоления таких минных полей? Побольше инженерного оборудования, которое предотвращено для разминирования. Это самое разнообразное. И установки разминирования, и танковые тралы, и так далее. Я не буду на этих деталях останавливаться. А основным техническим методом, это преодоление этих минных заграждений, является действие малых групп, которые продвигаются вперед при поддержке артиллерии. То есть отгрызается какая-то часть территории, прошу прощения за такое выражение, но оно так наиболее образно передает то, что сейчас там происходит, в частности, на южном направлении. При поддержке артиллерии далее пехота украинская закрепляется и начинает отбивать следующий участок территории. То есть такое на Бахмуте происходит, и такое происходит и на юге. То есть эта тактика, она очень медленная, она требует достаточно массированного использования артиллерийских средств, но в то же время она в какой-то степени экономит живую силу наших бойцов, которым мы обязаны беречь. У нас их не так много, как у россиян. И даже если было бы так много, так как у россиян, все равно, в общем-то, мясные штурмы – это не наш метод. Мы в жизни своих бойцов бережем. Вот поэтому таким вот образом в двух словах мы вынуждены действовать. Телеканал УВЭЛЬД буквально недавно давал интервью один из военнослужащих Вооруженных сил Украины. Я процитирую, с вашего позволения. Мы их, то есть инструкторов НАТО, спрашивали, как вы проходите минные поля. Они нам объясняют, что их нужно просто объезжать. Спасибо. На их картах прописаны минные поля 100 на 200 метров. Ну, в общем, такая ситуация. По данным одного из украинских военнослужащих, которого цитирует телеканал УВЭЛЬД. Западная доктрина говорит о том, что преодолевать минные поля необходимо с помощью углубления, скажем так, сил наступательных. Для этого необходима как артиллерия, о которой вы уже сказали, так и, как я, если правильно понимаю, еще и авиация. Многострадальный вопрос. АБФ-16, которые, возможно, могут помочь Вооруженным силам Украины преодолеть вот такие заграждения? Ну, В-16 скорее могли бы преодолеть, помочь бы преодолеть оборонительные подпорядки, оборонительные построения Российской армии, то есть уничтожая ее свободу. Но то, что говорит этот инструктор, информация достаточно давняя, по-моему, еще на прошлой неделе был такой разговор, но это вообще-то ситуация никак не меняет. Он говорит о том, что то, что сейчас происходит непосредственно на поле боя, оно никак не вписывается, скажем так, бумажные наставления и западных военных доктринах, ну и, по большому счету, и наших военных практик, я имею в виду советских и так далее. То, что сейчас происходит, это, в общем-то, новый этап, новая глава и военных практик, и военной истории, которая сейчас пишется непосредственно на поле боя. То есть те мины и поля, которые сейчас приходятся преодолевать, они, в общем-то, куда более насыщенные, куда более обширные, чем, очевидно, говорится во всех военных наставлениях, и западных, и наших, и российских, и так далее. И технология, практика преодоления подобного рода насыщенных минных полей, да, она пишется прямо сейчас и пишется прямо сейчас нашими военнослужащими. То есть какие-то рекомендации, какие-то учебники, то есть какие-то рецепты о том, как их преодолеть, сейчас ни в одних учебниках не прописаны. Если говорить непосредственно о так называемых красных линиях для Путина, большинство военных обозревателей говорят, что это Крым временно оккупированный. В силу того, когда, не если, а когда, я подчеркиваю, вооруженные силы Украины, силы обороны Украины, где оккупируют материковую часть Украины до административной границы. Потребует ли Путин публично, по крайней мере, не через своих дипломатов, а публично переговоры с украинской властью? Может ли он пойти на это? Давайте такой первый месседж, и потом у меня будет дополнение. Ну опять-таки, все это теоретически. Дойдем до одниседневных границ Крыма, посмотрим, какие действия Путина последуют после этого события. До сих пор все это озвучено в суставе Медведева, который пишет и говорит свои угрозы, свои пассажи в непонятном состоянии, или после тяжелого вечера, или после сложного утра, но непонятно. Всякий раз он говорил о том, что будет судный день, еще буквально год назад, напомним о том, что там какая-то атака, его заявление о том, что какая-то атака, если хотя бы один голос упадет с сакрального Крымского моста, то виновников этого события ожидает быстрый и страшный судный день. И ровно через год после этого обещания во второй раз, подчеркиваю, во второй раз упал пролет Крымского моста. Ну и пока, слава богу, судного дня не произошло. То есть эти красные линии, которые чертят кремлевское руководство, наносят достаточно условный характер до сих пор. И они скорее, наверное, не красные, они быстрее коричневые. Дело не в этом, что-то демагогия. Отвечая на ваш вопрос снова такие, дойдем до обнестили границ Крыма и посмотрим дальше, как будет ситуация развиваться. И дополнение к этому же вопросу. А вот будет ли речь идти речь об очередных угрозах Путина о применении тактического ядерного оружия и насколько вообще это реалистично? В силу того, я почему поддаюсь сомнениям использования тактического ядерного оружия, я поясню нашим зрителям, к чему я веду. Тактическое ядерное оружие, оно использовалось бы в военных целях, чтобы уничтожить ту или иную военную силу в одном большом скоплении. Как показывает практика, вооруженные силы Украины, силы обороны Украины действуют по стандартам НАТО, рассредотачивая максимально свои силы. Так вот, о нужности и необходимости применения Путиным тактического ядерного оружия в силу своего бессилия на фронте. И просто, ну, как показывает практика по Бахмуту, что до сих пор он не взят российскими оккупантами, по Харьковской области, которая практически вся деоккупирована и так далее. Ваши мысли о применении такого, о переходе к следующему этапу воен... я не знаю даже как... Эскалации. Да, эскалации и военных ставок, военных угроз таких. Вы верите в это? Ну, угрозы будут всегда. Это первая часть вашего вопроса. Угрозы будут всегда, шантаж будут всегда. Он может быть воплощен, как и в угрозе теракта на ЗАЭС. К слову, вчера появились новые заявления с украинской стороны о том, что это все-таки возможно. Смотря на то, что угроза в последнее время и разговоров об этом стало меньше. Там либо подрывок римского титана и так далее. То есть угрозы будут всегда и не всегда будут озвучиваться со стороны российского руководства. К этому нам стоит привыкнуть. Другое дело, реализация этого угроз, реализация этих угроз и часть реализации, может быть, применения технического надежного оружия. То есть, безусловно, да. И опять-таки, мы будем об этом говорить чисто теоретически и гипотетически. Я сразу хочу предупредить. То, безусловно, да, в идеальном варианте применение технического надежного оружия, к своему точке зрения, может быть, может объясняться уничтожением крупных скоплений военной силы. А те доктрины НАТО, о которых мы с вами говорим, они, в общем-то, предлагают избегать крупных скоплений военной силы, ну, хотя это тоже не всегда удается, да, то есть это тоже очень условная, очень условная, очень условная ситуация. Трактическое надежное оружие может применяться как и в виде артиллерийских снарядов, то есть они снаряжаются специальной боевой частью и в полевых условиях из артиллерии ведется огонь артиллерийскими снарядами небольшой мощности, там, 0,5 килотон, условно говоря. Второе, второе применение нидерного оружия практического может быть по мирным городам, что тоже следует учитывать, и тогда носителями этого оружия могут являться те самые крылатые ракеты, которые уже сейчас Российской Федерации используются, то есть Х-101, Х-555, у них в этом случае меняется индекс, Х-102, Х-55 они начинают называться, там, также у ракеток Х-22 может использоваться, они могут снаряжаться практической нидерной боеголовкой, но все эти крылатые ракеты, Х-101 и Х-555, они до сих пор сбиваются достаточно успешно, вот, и тактическое ядерное оружие в данном случае может являться в последней степени устрашения, последним козырем, и по моему разумению оно должно быть использовано для того, чтобы мы испугались, то есть его эффект должен быть безусловным. Если эта ракета будет сбита, то этот эффект будет скорее позорным, чем безусловно. Поэтому вот достаточно много ограничений на применение этого вида оружия, поэтому я полагаю, что его применение маловероятное. В любом случае, даже если мы рассматриваем ситуацию чисто гипотетически, более вероятным являются различные террористические акты, диверсии на важных инструктурных объектах, такие как Запорожская атомная электростанция, либо Крымский Крымский. То есть эта ситуация более вероятна, чем удары техническим ядерным оружием любой мощности, начиная от террористских снарядов и заканчивая боеголовками, которые будут размещены на крылатой фронте. От гипотетических угроз ядерных, ну а Запорожская атомная электростанция, это наиболее, наверное, реальная угроза, к угрозам на поле боя давайте вернемся. Анна Малер, это заместитель министра обороны Украины, напомню нашим зрителям, она говорила о том, что вооруженные силы Украины перехватили инициативу на Купинском направлении, это Харьковская область. Сейчас короткая цитата, после нее вопрос. Наступление врага на Купинском направлении пока безуспешно. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне. На южном фланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск. На северном фланге продолжаются бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем. Анна Малер, заместитель министра обороны Украины. По данным спикера восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергея Череватова, на Лимано-Купинском направлении российская оккупационная армия сосредоточила мощную группировку, более 100 тысяч человек личного состава, более 900 танков, 55 артиллерийских систем, 370 реактивных систем, залпового огня, добавил чреватость, что эта проблема не является внезапной для вооруженных сил Украины. Но тем не менее, мы с вами говорили, да, об угрозах для Харькова, которые иногда выписывают в своих телеграм-каналах журналисты особого назначения, российские военкоры. Господин Сладков, мой любимец в этом аспекте, буквально днями написал в огромный пост о том, что Харьков якобы может быть оккупирован до конца, до начала осени. На самом ли деле группировка войск в 100 тысяч голов, скажу это так, может пройти такой достаточно серьезный путь от Лимано-Купинского направления до Харькова и оккупировать его, взять его, как пишет Сладков, еще до осени. Тут до конца лета осталось полтора месяца. Господин Сладков, все равно на карту посмотреть, где находится Купинский лиман, а где находится Харьков. Каким образом российская группировка, наступающая на Купинск, должна проделать путь до Харькова. Вот я на этом, пожалуй, закрою, так сказать, ответ на этот вопрос. Географическая карта может дать на него более исчерпывающий ответ. То есть, что это за крюк нужно будет проделать для того, чтобы, наступая на Купинск, попасть к Харькову. Исходя из географии этой местности. Поэтому выдумки господина Сладкова оставим на его особенности. Что касается ситуации под Купинском, там продолжаются попытки наступления российской армии. Это назывались цифры, более 100 тысяч военнослужащих, 555 единиц артиллерии, там под тысячу танков, несколько сотен бронированных машин. То есть, там значительная культировка собрана. Собиралась не вчера, не позавчера и не месяц назад, на самом деле. Эта культировка собиралась в течение, наверное, последних нескольких месяцев. Наступление, очевидно, планировалось еще весной в рамках общей операции по захвату всей территории Донецкой области, демистративных границ и Бахмуда. Но, как мы знаем, под Бахмудом ситуация изменилась для российской армии, там достаточно в корне. Поэтому сейчас они решили наступать на Путинск. Несколько, несколько целей, минимум и максимум. О целях максимум говорил Александр Сырский, командующий с крупными войсками, то есть разгромить украинскую группировку на данном направлении и далее продвинуться. Это наихудший сценарий, из наихудших сценариев, сюда военные должны исходить, они исходить, они из них исходят. Задача минимум для них, это наши резервы оттянуть, в том числе от Бахмуда. Очень даже вероятно, что, чтобы заставить нас перебрасывать их даже с южного направления, для того, чтобы остановить возможные прорывы, купировать это наступление и таким образом заморозить ситуацию до осени. То есть, в общем и целом, останется наши уступательные попытки, начиная от Бахмуда. Для чего их нужно остановить? Ну, это стратегическая цель российской армии, то есть, как они полагают, захлебнувшиеся наступления со стороны вооруженных сил Украины заставить Запад, пересмотреть политику оказания нам помощи, заставить вернуть нас на переговорный трек и провести этот переговорный трек на условиях, которые были бы выгодны Российской Федерации, которые, а эти условия известны, то есть, сохранить статус-кво, сохранить существующую линию фронта, провести по ней новые государственные границы, таким образом выбить себе передышку для того, чтобы пополнить свои запасы и через какое-то время с более выгодных позиций повторить наступление на Украину. То есть, в общем и целом, таким вот образом. Слышали вас. Спасибо вам огромное, Денис, за то, что нашли время, приснились к эфиру. Денис Попович, военный обозреватель, был с нами на прямой связи.